здравствуйте с вами канал вкусный огород барнаул середина июля лето в разгаре и вот сейчас хочу показать вот мой старый домик который разбираю здесь часть уже убрана распилена на дрова сразу все убрал чтобы не мешалось чтоб дальше было удобно работать но дело не в этом сейчас хочу показать свой погреб а точнее то что в нем находится этот погреб планирую оставить для дальнейшего использования этот погребок когда-то сам я копал очень давно и вот из этого погреба последние остатки овощей уже убраны отсортированы буквально пару дней назад и чтобы туда не опускаться лишний раз поленился вот на веревке опустил остатки продуктов поскольку холодильнике места не было мы сейчас место есть и переставлю вот здесь бутылка масла еще у меня в запасе осталось больше там ничего в погребе нет и самое интересное это последняя картошка вот она вот пару дней назад последнюю картошку из погреба вынул привел ее в порядок она немного было уже проросшей все-таки уже июль месяц и в погребе довольно тепло были небольшие ростки но я их обломал картошку помыл и вот холодильнике место я не нашлось поэтому вот на короткое время опустил и в погреб конечно там прохладно но все-таки не так как холодильнике все-таки погреб уже нагрелся и и вот хочу показать как выглядит картошка прошлогодняя вот в середине июля это сорт картошки тулевский самая последняя картошка что осталось много картошки раздал потому что ну столько картошки мы не съедаем и вот самая последняя картошечка видно что она вполне нормальная пригодная для еды и конечно будем ее использовать сейчас ее размещу в холодильнике и еще некоторое время будем использовать прошлогоднюю картошку хотя уже новая картошка практически на подходе вот что значит хороший погребок это даже не ледник а погреб и вот в нем можно вполне хранить картофель ну и другие овощи просто морковку уже убраны раньше и свекла тоже ну можно и хранить ну по крайней мере вот сейчас середина июля и я думаю даже и до августа она бы долежала вот так можно просто хранить безо всяких изысков так раньше и хранили не имея холодильников ну а если был бы там ледничок то конечно хранилось бы еще лучше это просто погреб но достаточно глубокий холодный лишний раз я его старался не открывать и там температура даже сейчас довольно прохладная хотя конечно жара такая стоит постепенно температура в погребе повышается сейчас там ничего нет его проветрю просушу и он будет готов для дальнейшего использования поскольку домика здесь уже не будет сделаю немножечко по-другому крышку но погреб еще я думаю послужит не один год вот такой очень простой погребок но служит очень хорошо ну уж раз зашел в домик покажу что здесь находится ну сейчас конечно тут уже ничего нет здесь еще пока ничего не делал самое ближайшее время уже буду разбирать крышу с нее начну потом печку потом все остальное и все будет это использовано на дрова вот еще некоторые старые вещи которые я уже договорился туда отдать есть желающие кому и даже они пригодятся люди их возьмут есть и уникальные вещи например вот такой вот самодельно еще фугана как называли если не ошибаюсь ему вообще не знаю сколько лет это еще от деда может быть даже оставлю его на память но про этот старый домик возможно когда-нибудь расскажу поподробнее поскольку у него есть определенная история когда-то это был домик моих родителей я в нем немало времени провел ну все когда-то окончается и вот сейчас к сожалению приходится этот домик разбирать поскольку восстанавливать его уже невозможно но делать нечего он сослужил уже очень хорошую добрую службу и продолжает приносить пользу вот те дрова которые видны вдалеке это как раз остатки старого домика они дают тепло и конечно память об этом домике останется но историю этого домика может быть когда-нибудь расскажу ну и поскольку уж если начал показывать прошлогодние запасы то хочу еще показать вот этот вот лучок репку здесь всего ничего осталось буквально несколько луковиц но дело в том что это как раз последний прошлогодний лук урожай прошлого года то есть этот лук долежал до середины июля и по-прежнему еще пригоден для использования самое ближайшее время тоже будет использован лук это я к тому что лук тоже может храниться ну практически до нового урожая скоро уже новый лук поспеет его убирать и вот этот лучок еще лежит он просто сейчас уже скоро закончится при желании можно было бы его сохранить и до августа месяца до нового урожая расходовали лук постепенно и вот такой вот лук именно об этом я упоминал при хранении лука не очень крупные но и не очень мелкий он как раз хранится дольше всех такие луковицы хранятся наиболее хорошо то есть сначала используем лук наиболее крупные конечно он более красивый но хранится чуть похоже потом используем лук мелкий и самую последнюю очередь используется лук вот такой вот не очень крупный и не очень мелкий самый средний и вот этот лучок хранится ну я не знаю практически до нового урожая так что вот такой вот последний пучок репка прошлого урожая но вот здесь на грядочке уже вовсю наливаются молодые луковицы сорта толцедон они уже достигли неплохого размера довольно крупные вот такие вот луковицы лучок еще не поспел но не за горами будет время когда этот лук надо будет уже убирать и видно что урожай лучка тоже обещает быть неплохим но в огороде все идет своим чередом и в конце я пожелаю всем огородникам хороших урожаев всего самого доброго до свидания